Стандарты в нашей голове. Какие же они? Считаем ли мы, что успех – это только о мирском? Успех – это богатство? Истинное достижение – это успешный бизнес? Или достижение – это добиться славы, либо иметь власть? Вот такие стандарты у нас в умах. Чем ты богаче, тем успешнее. Чем ты популярнее, тем успешнее. Ты имеешь власть, ты успешный. Ты открыл своё прибыльное дело, ты успешен. В действительности это всё иллюзия. Ты будешь стремиться к своей концепции успеха, и за неё будешь бороться. Все твои труды и старания будут направлены для достижения этого успеха. И за дня в день ты работаешь, не покладая рук ради своих целей. Однако здесь есть упущение. Успех не в богатстве, славе или власти. Успех в имане, в благих делах, в призыве к благому. Пожалуйста, обрати внимание и пойми, что только эта ментальная позиция может привести к улучшению нрава человека. И какой ты результат получишь от этого? Если бы успех был в богатстве, то притеснитель Карун, упомянутый в Коране, считался бы самым успешным. Если бы успех заключался во власти, то одними из самых успешных были бы фараон и Намрут, но они самые униженные из людей. Успех ведь не в том. Успешным был Абуззар Аль-Гифари, хотя он и не имел ничего из мирского, ни дома, ни лачуги. Посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, говорил. Есть у Аллаха такие рабы. Когда они хотят посетить какое-то собрание, то им запрещают. Когда они хотят жениться, то никто не хочет за них выдавать своих дочерей. И когда они в разговоре предлагают что-то, то их никто не слушает. Однако они имеют высокое положение перед Аллахом. Вы чувствуете разницу? Принять это и сказать «Субханаллах, ты прав», легко. Однако трудно изменить свои ценности и цели. Мы окружены соблазнами этого мира. Шикарные дома, роскошные машины хотя бы раз изумляли тебя. Кажется так, будто бывают такие счастливчики, у которых все есть, они богатые и успешные. Но откуда ты знаешь? Может, это самое большое несчастье. Людям так важно быть успешными. Поэтому Всевышний Аллах в Коране часто упоминает о преуспевших. Они являются преуспевшими. Также Аллах говорит в Коране «О верующие, совершайте поясной и земной поклон, поклоняйтесь вашему Господу и делайте добро, чтобы достичь успеха и заслужить рай». Если мы поймем это разумом и сердцем, то наши приоритеты и жизнь изменятся. Все старания и труды изменят свой вектор направления. Структура ценностей поменяется. То, что казалось важным вчера, окажется бессмысленным. Пророк А.С. советовал нам жить в этом мире словно путник и не связывать сердце с мирским. Для путника временная остановка не имеет ценности. Это для него не дом постоянного проживания и не конечная цель. Он не тащит с собой много имущества, а идет налегке. Подобно этому, мирская жизнь не является для нас домом. «Инна лилляхи ва инна илляхи раджи'ун». Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему наше возвращение. «Клянусь временем, поистине человек в убытке. Кроме тех, которые уверовали, совершали благие поступки, заповедовали друг другу истину и заповедовали друг другу терпение». Имам А.С. говорил «Если человек будет глубоко размышлять над этой сурой, ее будет ему достаточно, как наставление. Когда сподвижники Пророка А.С. встречались, они не расходились, пока один из них не прочитает эту суру. Время уходит, вместе с ним уходит и жизнь человека. И кто за отведенный ему промежуток не приобрел ничего поистине ценного для вечности, тот в убытке. «Не теряйтесь в мирском и не будьте в дураках. Не поддавайтесь и не обманывайтесь любовью к Дунии. И продолжайте напоминать себе суру А.С. Счастье и успех не в богатстве, славе и власти. Счастье и успех в имане, в терпении, правдивости и в благих деяниях». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова